Особенно понравились гостям горнолыжные курорты Красной Поляны. И, как заявили представители туристических компаний, зимний отдых – одно из перспективных направлений для сотрудничества. «О Сочи до Олимпиады мы знали немного. Слышали про дачу Сталина и музея Островского. Теперь увидели возможности курорта. Раньше мы катались на лыжах в Японии, Новой Зеландии и Канаде. Теперь увидели, что и в Сочи очень развитые горнолыжные курорты». Туристы из Китая уже отдыхают на Черноморском побережье Кавказа. Но пока их не так много. Например, в прошлом году Олимпийскую столицу посетили порядка 5000 человек из Поднебесной. Увеличению турпотока мешают некоторые проблемы. Одна из них – отсутствие прямых рейсов из Китая в Сочи. Серьезное препятствие представляет и языковой барьер. Для комфортного отдыха туристов из Поднебесной в Сочи необходимо установить указатели на китайском языке. Ну и, наконец, организация питания. На нашем курорте, как оказалось, практически нет ресторанов китайской кухни. Власти курорта заинтересованы в сотрудничестве. Обещают выполнить все требования туроператоров при условии обеспечения регулярного турпотока из Китая.